Продолжение следует... Давайте будем максимально уменьшать потенциальные возможности для утечек данных. Далее, если вы разрабатываете приложения второго и третьего типов, то в вашем сервере должен быть установлен валидный SSL-сертификат. И самое главное, для авторизации в Bittrex24 от имени пользователя, приложение третьего типа должно использовать протокол OAuth 2.0, и не пытаться спрашивать пароль пользователя и хранить его где-то в своих таблицах. Не менее важны вопросы производительности. Bittrex24 – это массовый сервис. На момент подготовки данного курса, как я уже говорил, им пользуются уже 700 тысяч с лишним компаний, поэтому вниманием к нагрузке пренебрегать нельзя. Чтобы не оказаться в ситуации, когда Bittrex24 вдруг перестал отвечать на запросы вашего приложения, необходимо придерживаться ряда принципов. Во-первых, перед тем, как запрашивать данные с Bittrex24, надо убедиться, что запрос не содержит изначально невалидных условий, либо содержит условия, которые фактически не ограничивают объем результирующей выборки. Не надо делать запросы вида «дай мне все сделки всех пользователей портала за все время работы». Во-вторых, нужно обрабатывать возникающие ошибки, чтобы не пытаться повторять ошибочный запрос снова и снова. В-третьих, и это касается больше приложений второго и третьего типа, желательно кэшировать выводимые в интерфейс данные, чтобы избегать лишних запросов или, по крайней мере, найти критерии, пользуясь которыми, ваше приложение могло бы не делать новых запросов, если данные, уже выведенные на экран, не успели устареть. Restapi также дает разработчикам метод пакетного выполнения нескольких запросов сразу. Это тоже прекрасная возможность снизить нагрузку, создаваемую вашим приложением. Есть еще пара моментов, которые нужно учитывать при разработке. Во-первых, с целью анализа возникающих проблем взаимодействия между BITX24 и вашим приложением, приложения второго и третьего типа должны хранить логи запросов и ответов в Restapi не менее, чем за трое последних суток. Во-вторых, во всех методах Restapi, которые получают параметры типа дата-время, значения должны передаваться в формате ISA 8601. Субтитры создавал DimaTorzok